Друзья мои, всем привет! Сегодня мне предстоит запакетить ванной комнате под натяжной потолок на стенах керамогранит, и это делать очень-очень-очень сложно. Поэтому сегодня буду делать я другим способом, который значительно облегчит нашу работу, ускорит ее, и поэтому это будет куда интереснее, чем предыдущие способы. Поэтому смотрим, поехали! Проверка работы системы вентиляции. Установлены канальный вентилятор на 125, две точки, одна над туалетом, вторая в душевой кабине. Обе работают и функционируют хорошо. Как видим, предмет, приложенный к вентиляции, держится за счет работы вентилятора. Недавно мне одни мастера по натяжным потолкам посоветовали применить такой нехитрый способ для того, чтобы не сверлить керамогранит, а приклеить багет к стене. Как же это все будет происходить, вы увидите дальше в этом видео. Смотрите, это будет интересно, и вам уже никогда не придется сверлить стены в ванной комнате. Но у этого есть тоже свой минус. Поэтому об этом я расскажу вам попозже. Поехали! Вот как-то так. Вентилятор не работает, листок не держится. Итак, завершили работу по освещению. Установил вентиляционный канал, запитался, проверил все функционирует. Хорошо, теперь нам нужно уже приступать к самому забагетчеванию в ванной комнате. Для этого смотрим дальше. Установили лазерный уровень для того, чтобы отбить периметр, по которому мы будем сейчас багетить. И сейчас я буду по этому лазерному лучу приклеивать малярный скотч. Вы можете этого не делать, но я просто захотел сделать именно так. Для чего, объясню позже. Клеим по периметру. Клеим по периметру. Итак, периметр у нас отбит. Теперь лазерный уровень нам не нужен. Мы будем его использовать штативом для камеры. Соответственно, малярный скотч нам и будет являться этим самым уровнем, по которому мы сейчас будем прокидывать багет. Клеить багет. Итак, теперь нам нужно обезжирить поверхность. Берем обезжириватель, берем тряпку и начинаем чистить то место, куда будем клеить багет. Итак, весь периметр у нас обезжирен. Теперь дело за багетом. Его тоже нужно будет обезжирить и приступить к поклейке. Для монтажа будем использовать багеты ПВХ. Сейчас я нарежу где-то по метр двадцать пять по центру и буду уже их приклеивать непосредственно к стене. Почему я делаю именно по такому размеру? Потому что в одного неудобно работать с таким большим багетом. Удержать его на стене будет неудобно. Поэтому порежу кусочками и уже буду приклеивать к стене. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как вы думаете, что это? Правильно, это клин для плитки. Я его буду использовать во время монтажа багета на потолок. А для чего мне он там нужен и что я с ним буду делать, вы узнаете по ходу этого видео. Так что смотрите, будет полезно. Первый багет мы закрепили, приклеили. И теперь ждем высыхания по инструкции. А пока в следующем углу делаем такую же заготовку и так же приклеиваем. Ну, то есть мы сделаем сначала по углам, а потом по прямой части. Я так думаю, будет проще. И держать не надо, и монтаж будет спокойней. То есть пока мы делаем один угол, второй угол у нас уже подсыхает. Третий угол сделали, потом перемычку между двумя углами. И все, все в порядке. Так, вот этот шлак, я думаю, сразу надо убрать, пока он не застыл. Ну, по крайней мере, пока еще, пока еще у нас он сырой. Не знаю, сейчас время у нас здесь сколько? 13.48, ну и посмотрим, через сколько он застынет. И так, в общем, два угла у нас пока готова. Далее делаем еще два угла и приступаем уже к монтажу средних багетов. Ну, я думаю, мы еще чуть-чуть подождем, пусть он все-таки наверняка засохнет, застынет. Хоть и быстрая фиксация, но все равно время должно быть пройдено, соответственно, сколько и требует производитель. Поэтому ждем, ждем. Инструкция к применению. Поверхность должна быть чистой. Клей необходимо нанести на приклеиваемую поверхность. Клей можно наносить в форме шарика или полос. Для усиления первоначальной акдезии к широкой поверхности в форме волны, для достижения лучшего результата. Клеевой слой должен быть толщиной не менее 0,5 мм. Приблизительное время на карактировку 5 минут без отрыва склеиваемых материалов друг от друга. Если одна из поверхностей имеет впитывающие свойства, акдезия происходит в течение 20 минут. При склеивании двух не впитываемых поверхностей акдезия происходит по истечении 40 минут. Температура эксплуатации 30 градусов. От 30 до плюс 90 градусов Цельсия. Хранить при температуре от 5 до 25 в сухом месте. Гарантийный срок хранения и номер партии указаны на упаковке. Короче, 40 минут нам нужно ждать, пока засохнет наш клей. Используется внутри помещений, в ванной комнате, все виды основания. Можно окрашивать клей под водой 5 минут для карактировки, 3 часа полное высыхание. Прочность сцепления 240 кг на метр квадратный. Круто! Все равно мы будем натягивать полотно только на следующий день, потому что пока оно у нас еще не изготовлено. Поэтому, я думаю, достаточно пройдет времени для его полного засыхания. Поэтому проверим, что будет, когда начнем монтаж потолка. Пока багетим дальше. Итак, для того, чтобы использовать данный клин во время монтажа багета, нужно сделать следующее. Берем багет. В данном случае мы используем багет ПВХ. Как я уже говорил, я уже отрезал его по размеру, какой он мне нужен. Берем сам клин и вставляем вот в это отверстие. Вот так вот. До упора. Сильно не загоняем. Вот. Чуть-чуть зашло. Пальцем придавили. Все. Дальше он не идет. Обратите внимание, полностью он не зашел. Из-за своей такой вот формы. И теперь, чтобы нам соединить два багета в одно целое, сделаем небольшие насечки. То есть, делаем такой вот небольшой еще конус. Берем обычный канцелярский нож и вот таким вот образом дорабатываем его. Раз с этой стороны. И два с этой стороны. И вот получилось, в общем, вот такой вот вид. Так, и теперь берем нашу заготовочку и вставляем в это же отверстие на другом багете. Хоп. И смотрите, наш багет, они стали почти единое целое. Вверх-вниз я делаю. Вот. Пальцы давлю туда. Пальцем давлю сюда. Багеты у нас не расходятся. Клит выполняет функцию шпона. Шпон загнали мы в отверстие. И тем самым теперь стыковали багет. И он у нас не ходит ни вверх, ни вниз. Ну, чуть-чуть ходит, но это временно. После окончательного монтажа он уже будет сидеть воедино. Вот для этого, в общем, мне нужен был клин для плитки во время монтажа багета. Согласитесь, интересное решение. И вполне даже приемлемо при монтаже багета. Потому что клин идеально подходит к отверстию, вставляется, фиксируется. И больше ничего делать не надо. Просто вставили, подрезали, соединили. Все. Стоит клин недорого. Поэтому всегда у монтажника натяжных потолков, я думаю, должен быть такой клин. Ну, по крайней мере, у меня он есть. Я его использую во время монтажа. Все. Всем рекомендую. Отличное решение для работы. Продолжаем багетить. Итак, сейчас у нас 14.28. Соответственно, прошло у нас 50 минут. Получается, что... Получается, что первый багет, который мы приклеили, он уже у нас схватился. Значит, следовательно, мы можем дальше устанавливать другие багеты, которые будут у нас по прямой. То есть сюда, сюда, сюда и сюда. Поехали. Для начала нам нужно замерить наш багет. Обратите внимание, он у нас стоит так, как и положено. Потому что мы использовали клин для монтажа. Клин помогает всегда. Все. Готово. Отличное решение. Ставим полюсик. Ставим лайк. Пишите ваше мнение про такой вид. Кстати, наше застыло. Вот это у нас свежее застыло. Вот сюда мы сейчас будем наносить клей. Шляп. Шляп. И прижимаем. Аккуратненько прижимаем. Прижимаем. Обратите внимание, багет установлен без единого дюбель гвоздя и самореза. Все просто сидит на клею. Кстати, для чего я приклеивал бумажный скотч? Как вы думаете? Для того, чтобы отбить периметр уровень? Нет. Я уровень мог отбить просто по плиточке. Я его приклеил для того, чтобы, когда я приклеивал багет, чтобы клей не приклеился, то есть не остался на плитке. Иначе я мог просто ее замарать и потом пришлось бы мне ее опять оттирать. А сейчас просто бумажный скотч я убираю и все. У меня чистенько и гладенько. Короче, пока как-то так. Ждем результата с натяжным потолком. Эксперимент продолжается. Итак, багет наш готов. Ожидание по времени прошло практически сутки после монтажа данного багета. В эксперименте показал то, что багет надежно приклеился к керамограниту. Я его с трудом отодрал от него. Так что думаю, что потолок вполне должен быть надежно зафиксирован на данный багет. Приступаем к натяжке потолка. Но перед этим нам нужно установить полотенцесушитель для того, чтобы открыть краны, которые находятся под потолком. Это нужно нам сделать до того, как мы будем делать натяжку. Потолок у нас в подвешенном состоянии. Закреплен на подвесах. Обратите внимание, вдоль пакеты, багеты, как были приклеены, так и есть. Ни одного самореза я не завернул дополнительно. Светильники платформы все установил как положено. Ничего не забыл. Вентиляцию вывел. Краны открыл. Полотенчик установил. Красота. Полотенчик работает. И также вон под тропический душ, вон, обратите внимание, там есть еще один удлинительный нарезьба. Однако 50 миллиметров я ее добавочно поставил, чтобы можно было спокойно найти ушастик на потолке. И потом я туда закручу тропический душ. Короче, все готово. Понеслась. Начали работать. Продолжение следует. Продолжение следует.